Плачевные дела в украинском государстве начали исправлять передвижением кроватей. Коррупция, в которой обвиняли девочек на протяжении года, подтвердилась чередой громких отставок. Это еще что такое? Арестованные? Почему подоркестры? Ваше Сочиство, сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. На жизнях простых украинцев дельцы из госаппарата сколотили капитал в миллионы и даже миллиарды долларов. Финансовая пилорама рухнула под натиском скандалов. В чем заключаются тонкости этого скандала? Я Андрей Сыч, это рубрика «Скриншот». Давайте разбираться. Украинцы с радостью восприняли череду громких отставок. Запрос в обществе на подобные действия укреплялся на протяжении всего года. Громкие скандалы с разворованной гуманитаркой, которую то и дело фотографировали на полках магазинов. Автовозы с премиальными машинами на границе. И шикующие на европейских курортах чиновники стали прочным фундаментом для народного гнева. Они мне все развалили, теперь я им все развалю. Им такое наделаю. Приезжайте сюда лет через сто, никого не узнаете. Все, конец. Привет Камаринскому. Спусковым крючком стала информационная бомба с данными о завышении цен на продукты для вооруженных сил Украины. Отдельным поводом для мемов стала стоимость яиц. Зеленскому в данном случае просто не оставили выбора. Прижатый к стенке он фактически был вынужден признать колоссальную коррупцию в государственном аппарате. Заметьте, никаких следственных действий судов. Все начали повально писать по собственному желанию. То, что президент Зеленский заменил коррупционеров на новую партию чиновников, ничего не изменит. Потому что у них нет никакого нравственного, идеологического стержня, никакой политической истории. Они знают, что идет война, война все спишет, поэтому когда идут такие огромные деньги, выделяются. Но они считают своим долгом приложиться к ним и принять участие в расхищении и армии, и всей страны. Ничего не изменится. Тут важно отметить, что решать ситуацию начали именно с помощью перестановки коих местами. Полетели головы именно замов, а не тех, кто имел право подписи. В большинстве случаев основные коррупционеры остались в своих уютных креслах и продолжат делать состояние на жизнях простых украинцев. Свободная линия плеча, обуженные панталоны. Вы могли бы стать примером для нашей молодежи? В стране это прекрасно понимают. И что характерно, это понимают западные партнеры, которых буквально нагрели на миллиарды долларов. Стоило бы ждать возмущений с их стороны, но повесточку максимально обходят стороной. Дело в том, что украинская кормушка набивала карманы не только местных жуликов, но и западных. Коррупция сама по себе это сегодня неотъемлемая часть системы государственного управления этой страны. И это всем давно известно. Это было и до специальной военной операции. Сегодня с увеличением количества, так скажем, спонсорских вот этих средств так называемых, коррупция только усиливается. Это известно в том числе и тем, кто дает эти деньги. Причем не просто известно, а как мы с вами прекрасно знаем, те люди, которые дают, они же сами и участвуют в этих коррупционных схемах. В частности, я сейчас говорю об американских политиках. Не успел утихнуть лоббистский скандал в Европарламенте по взяткам с целой схемой действующих лиц. Начался разгораться украинский вопрос. Многие месяцы журналисты указывали на вопиющие факты коррупции на Украине. Теперь они нашли официальное подтверждение. Вот, теперь, что мы имеем с гусью? Это же гусь, правда? Так это овечка, а так, смотри, гусь. Это гусь. Гусь, точно. Вот, товарищ свежий глаз. Хороший гусь, правда? Да, очень хороший. Это в корне меняет ситуацию внутри западного политического истеблишмента. Даже если не дойдет до публичного линчевания сторонников бесконтрольных траншей Украины, представители оппозиции во всех странах обоснованно поставят вопрос о сокращении этих дотаций. Отдельным аргументом тут выступает средний класс на Западе, который на своих плечах несет тяготы и лишения, а в Серыхске – своих чиновников. Мы не раз задавали вопрос правительству, есть ли какой-то контроль за теми средствами, за теми поставками, которые мы осуществляем в Украине. Потому что, зная, насколько велика коррупция в этой стране, насколько велика вероятность, что те материалы, то вооружение, которое поставляется в Украине, оно потом будет продано где-то на черных рынках. Тем не менее, ответ правительства нас немножко, конечно же, озадачил, не удовлетворил, что мы поставляем Украине, а дальше уже Украина сама распоряжается. То есть никакого контроля, конечно же, это большая проблема, потому что все-таки речь идет о средствах налогоплательщиков. Вынужденная кадровая чистка является агонией киевского режима. Она неминуемо повлияла на уровень доверия действующей власти, которая и до этого держалась на честном слове. О том, что мешает плохому танцору, Андрей Сыч в рубрике «Скриншот».